Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Приветствую уже в 2024 году. Благодарю каждого из вас за то, что бережете себя, помогаете украинской армии, внимательно читаете новости, не падаете в агонию, не стрессуете и держите себя в руках. Это очень важно. Сейчас сложный период, но в сложный период будем поддерживать друг друга. Благодарю, что вы с нами на нашем канале. Мы будем поддерживать вас новостями, прогнозами, интересной и важной информацией. Подпишитесь на наш канал. У нас каждый день новые и свежие выпуски. Сейчас со мной на связи практика «Каракула Шри Матрика» Мария Ланг. Мария, я искренне приветствую вас в 2024 году. Привет! Намасте! Намасте и вам. У нас сегодня важный большой разговор. Мы остановились на том, что в начале года логичным будет сделать прогноз для всего мира. Весь мир – это как одна очень большая община. Я искренне надеюсь, что придет тот год, это время, когда люди будут жить в этой общине очень мирно, не будут знать, что такое войны, будут использовать все технологии и все блага цивилизации во благо для себя. Но пока есть то, что есть. Мы с вами определили 14 стран, больших, очень больших фигур на мировой политической арене, которые влияют друг на друга. И вот благодаря вашему чудесному инструменту «Каракула Шри Матрика» давайте посмотрим, что ждет каждую из этих стран в 2024 году. Первая у нас будет Украина. Дорогие друзья, сегодня я прямо в эфире буду делать расклад. Этот расклад будет уникальный тем, что я впервые его делаю сразу на времена на большое количество стран. То есть мы рассмотрим на Мандале прямо вот целый веер основных игроков сейчас политических, из-за которых меняется политика в нашем мире, которые влияют на ход войны в нашей стране. Итак, я буду вытаскивать по одной карте на каждую страну с таким намерением узнать, что эта карта будет символизировать для этой страны, под символом чего пройдет год для каждой из этих стран. Какие основные могут быть события там и какие перемены или что-то либо другое ждет эту страну. Итак, первая страна – это будет, конечно, наша родная Украина. Затем мы вытаскиваем карту для России. Далее у нас идет Польша. Так. Затем у нас идет Беларусь. Верно. Далее подсказывайте мне. Германия. После Германии и Франция. После Франции – Италия. Дальше – Испания. Дальше – Англия. Соединенные Штаты Америки. Финляндия. Турция. Китай. И Индия. Итак, сейчас мы будем открывать каждую карту и смотреть, что она показала расплату. Очень интересно. Итак, первые семь стран. Украина. На Украину выпадает прекрасная карта. Карта под названием Унмеша. Унмеша – это карта не просто ума, это карта божественной мудрости. Говорит, что весь этот год будет посвящен накоплению мудрости, что у людей действительно будет происходить трансформация сознания, изменение мышления, изменение взглядов на жизнь, изменение приоритетов. То есть многие люди изменят ценности. И в целом они всё-таки духовные начнут ценить более и ставить во главу угла. То есть вот та полярность, которая существует у нас в стране, когда одна часть людей держится за материальное, нечеловеческой хваткой, боится его упустить, как бы сказать, не упустить своё, до последнего что-то урвать, то есть на войне зарабатывать или там пировать в время войны. И другая часть нашей страны, которая отдаётся всего себя, воюя, помогая фронту и как бы очень сильно участвуя во всех процессах, переживая, я хочу сказать, что вот эта вторая часть, она будет возрастать. Что людей, которые держатся за материальное, им будет становиться всё меньше в силе разных обстоятельств. Во-первых, люди будут работать над собой. Кто-то переживёт определённые обстоятельства в своей жизни, потери, что заставит их всё-таки изменить свои взгляды. Кто-то покинет страну, откупившись деньгами, как у нас сейчас делают. В любом случае, эта карта говорит о том, что мудрость и духовность в нашей стране в следующем году выйдут на первый план. И весь следующий год будет годом накопления мудрости и духовности. Ведь говорят духовные лидеры о том, что Украина в какой-то момент должна стать духовным наставником. А скажите, пожалуйста, как нужно стать духовным наставником, если ты не отдаёшь себя другим людям? Если ты не отдаёшь свои силы, своё время? Если ты сам не учишься, потому что это процесс бесконечный, то есть тот, кто учит, он и всегда продолжает учиться и сам. Поэтому это ещё один вызов для нас, для нашей страны, что если мы хотим что-то получить, нам надо научиться отдавать, отдавать себя. Отдавать не ради того, что нам за это заплатят, а ради того, что мы хотим сделать этот мир лучше, что мы хотим кому-то помочь, что мы хотим нести, как говорится, добро и свет. Поэтому все эти категории нового мышления, они станут на первый план и послужат серьёзному изменению нашего общества. Поэтому я могу сказать, что этот год действительно будет очень трансформационным для Украины. Для России выпадает карта Шабда-Брахман в перевёрнутой позиции. Шабда-Брахман – это осуждение на уровне речи, и огромное количество недоброжелателей. Говорится о том, что Россию, скорее всего, будут повергать всё больше и больше изоляцию. У России будет появляться всё больше и больше недоброжелателей, чем друзей и её поклонников. Многие будут в течение следующего года кардинально менять свои отношения, свои связи и своё, так сказать, политическое отношение и положение по отношению к этой стране. К сожалению, это ещё говорит о том, что люди очень сильно в этой стране будут страдать от пропаганды и от того негатива, который они постоянно слышат. Всё это на уровне вербальном. То есть усиление недоброжелателей, противников этой страны, и одновременно усиление пропаганды и воздействия на население страны через все источники информации. Что касается Беларуси. В Беларуси в следующем году... Прошу прощения, у нас третья была Польша. А, Польша. У Польши в следующем году непростой очень период, который говорит о том, что они попадают в какую-то ситуацию, в которой у них, вы знаете, как помутнение какое-то на глазах, как будто бы им одели там розовые очки и они не видят реального положения вещей. Может быть, это будет касаться правительства или тех процессов, которые будут происходить в Польше. Люди будут не уверены, они будут не понимать, куда они идут дальше. Или будут приняты какие-то законы. То есть непонимание, куда двигаться. Потому что, если глаза не видят, ноги не идут. Поэтому, с одной стороны, в следующем году прогнозируется высокий экономический рост Польши. Но что касается ее политического положения и, скажем так, политической ситуации внутри страны, тут будет очень сильное недопонимание вообще того, всего, что там происходит. Я думаю, что на протяжении всего года будут все-таки еще какие-то перестановки у них в правительстве, будут что-то утрясаться, потому что новая избранная премьера, не было бы подали нехорошие карты. И очень вероятно, что этот человек спустя время будет или смещен, или кем-то заменен, или будут какие-то перевыборы, будут какие-то обстоятельства, которые весь год Польшу будут немного лихорадить внутренние политические проблемы. Следующая страна у нас Беларусь. Беларусь. Весь следующий год Беларусь будет страдать. Страдать еще, находясь под властью диктатора. Люди не могут осуществлять и реализовывать свои желания. Их подавляют. Нет абсолютно никаких свобод, нет никаких возможностей. И опять тут идут какие-то отравления. Я могу сказать, что какая-то неприятность может быть в течение года на территории Беларуси связанная с отравлениями или с техногенной какой-то катастрофой. То есть она не военного характера, но может быть это будет какая-то диверсия, подрыв чего-то, каких-то вредных веществ. То есть отравление очень вероятно в течение года на территории Беларуси. Ну и в целом люди там отравлены тоже пропагандой, они отравлены наличием этой власти, которая их убивает. Ничего в 1929 году для Беларуси особенно не изменится, им придется все еще в следующий год страдать. И я думаю, что когда человек страдает, он делает тоже переоценку и он должен принимать какие-то серьезные шаги для того, чтобы избавиться от своих страданий. То есть страдаем мы до тех пор, пока мы твердо решим не страдать. Находим причину нашего страдания и как говорится, ее отсекаем, удаляем и тогда мы чувствуем облегчение. Поэтому и народ Беларуси будет страдать до тех пор, пока он не устранит и не отсечет причину своего страдания. Следующая страна у нас Германия. Германия. Как я уже делала подробный расклад на Германию, там ее ждут тоже непростые времена. Германия в данный момент находится под очень сильным влиянием. Вот казалось бы, кого? Того, кто мешает самой Германии развиваться как стране. То есть в Германии видимо внутри находятся силы, которые всячески пытаются свое влияние и какую-то информацию выгодную им постоянно муссировать и подавать. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, Германия вступает в кармический период. Кармический очень год для Германии 24-й. Будет изменения пока что там невозможные. То есть если люди надеются, что там что-то поменяется, там наоборот идет заморозка и блокировка чего-то. То есть если там будут какие-то течения, которые захотят что-то в стране не изменить, у них ничего в 2024-м году не получится. У них ну как бы сказать, их даже может быть сказать ограничат, может быть там кого-то посадят, кто будет очень сильно ретиво ратовать за изменения жизни в Германии. Например, сейчас выступают против, ну чтобы сократить количество беженцев, чтобы навести порядок там в силовых структурах. Тут очень много будет противоборства. Но весь год Германия будет успешно строиться. Это уже второй раз, когда карты это показывают. То есть с одной стороны политических изменений и изменений внутри страны особо не будет, но будет очень много строя, будет очень много построено жилья, будет что-то, какое-то расширение Германии и строительство. Вот даже интересное расширение за счет чего в Германии может быть. То есть мы посмотрим, это даже можно только предполагать. То есть как будто бы Германия расширяет свои владения, расширяет сферу своего влияния. Или же это может быть связано с тем, что какие-то масштабные стройки Германия будет проводить на территории другой страны. Как вариант это может быть даже и Украина. То, что Германия захочет что-то строить. Таким образом будут развиваться события. Следующая страна у нас Франция. Франция. В политике Франции будет достаточно все успешно. Политика Франции она очень сильно зависит от Америки. Ну все, кто живут во Франции, они это знают. И Франция не делает никаких действий, не посоветовавшись со старшим братом. И покровительство Америки во Франции очень сильно. И именно это покровительство поможет преодолеть те проблемы, которые во Франции могут возникнуть в течение 2024 года. А они обязательно возникнут. Я о них уже говорила в подробном прогнозе на Францию. Подробный прогноз на Германию и Францию находится на канале People Live. Смотрите предыдущие выпуски. Вы там услышите и увидите много интересного. Так что можно сказать, что в сложные моменты Америка очень сильно Франции поможет в следующем году. И благодаря покровительству Франция справится со своими проблемами. Следующая страна у нас Италия. Италия в следующем году заключит какой-то союз. Этот союз будет очень успешный и очень приятный. То есть надо думать какого уровня будет этот союз. Или это будет союз военный, или это будет союз экономический, или это будет еще какой-то союз. Но очень интересно Италия станет частью какого-то союза или заключит сама союз какой-то страной. Или же ее куда-то примут. То есть где Италия еще не состояла в каком-то союзе ее могут туда принять. И в общем это будет для Италии достаточно правильным шагом, выводом ее как бы сказать на некий новый лучший уровень. То есть для Италии идет рассвет красоты и удовольствия. И можно сказать, что за Италию можно только порадоваться. И я думаю, что в Италии будет рассвет, я бы хочу сказать, услуг связанных. Если был может быть какой-то упадок, например, по производству одежды, обуви, тканей, или же услуг связанных работой с телом человека, то есть парикмахерские, спа-салоны, массажи, какое-то оздоровление, то прямо со следующего года будет бум и рассвет. И может быть специально люди, как раньше всегда в Италию ездили на шопинг, потом из-за ковида это все немножко припало, то можно сказать, со следующего года опять начнется новый бум, поездки в Италию на шопинги, поездку в Италию на релаксы, на отдыхи, может быть откроются какие-то новые отели с этим направлением, то есть в общем в Италии должно быть все замечательно. Порадуемся. Дальше Испания. Испания. Испанцы, вы знаете, несмотря на то, что они такие гедонисты и люди, которые любят неторопливый образ жизни, в любом случае в их крови течет кровь таких, знаете, боев. И вот что-то произойдет, что Испании в следующем году придется проявляться как воин. Может быть, это связано с тем, что Испания пошлет какую-то часть, не знаю, вооружения и Украине. Может быть, Испания даже поможет в чем-то, будет тренировать, например, наших военных. Я не могу говорить о том, что испанцы за нас воевать, но, может быть, им придется что-то у себя на территории Испании защищать. В любом случае все активности связаны, так скажем, у силовых структур, у военных структур, у правительства в плане защиты своей территории, защиты своего закона. В Испании в следующем году будут успешны. Говорится о том, что им придется столкнуться с этими вызовами в следующем году. Им придется проявиться как воинствующие люди, не только люди, которые там любят сиесту, отдых и прекрасное вино и такую расслабленную жизнь. То есть тут вот они вспомнят о том, что у них и другая есть жилка их характера. Им придется вот, знаете, есть регионы в Испании, которые борются за свою независимость. Но возможно, что в следующем году эти конфликты будут успешно разрешены. То есть говорится о том, что все, что связано с противостоянием именно с какими-то такими, может быть, немного с военными делами или сепарацией какой-то территории, в следующем году в Испании все разрешится очень благополучно. Все конфликты будут разрешены и Испании если необходимо будут оказывать другим странам свою военную помощь. Благодарю, да. И я подчеркну, есть ну, и небольшое количество, но точно есть среди вооруженных сил Украины испанцы. Такое часто бывает. В новостях показывают граждан Испании, которые по определенным событиям, по определенным причинам сейчас помогают защищать Украину. Дальше у нас Англия. Вот в Англии будут не очень приятные события. Англия почему-то теряет свое влияние и Англия теряет что-то, что раньше она считала своим. Тут идет потеря влияния и даже, знаете, как будто бы побитость такая, как будто бы какой-то конфликт, который приведет тому, что Англию немножко, как бы сказать, оттеснят и сделают с ней не то, что она хотела. Тут идут в Англии потери. Вы знаете, даже я что очень боюсь, что может какой-то лидер Англии или военный или политический погибнуть в авиакатастрофе или же разбиться какой-то английский самолет. и это омрачит весь год. То есть события эти будут, как бы сказать, печатью на весь год, будут печали, будут темы для обсуждения и выяснения обстоятельств. о да, тут идёт смерть. К сожалению, скорее всего, что тут показано. Значит так, гибель от ветра. Ветер — это воздушное пространство, то есть гибель с воздуха на воздухе, то есть это разбитый самолет или подбитый самолет или же, ну не дай бог, конечно, это прилёт какой-то ракеты, то есть это ещё может это означать, что попали, прилетели и вследствие этого большая потеря для Англии, большая потеря и смерть, и окончание какого-то периода. То есть когда это произойдёт, станет понятно, что у Англии начинается новый виток, что, знаете, вот это событие сотрясёт её очень сильно и мобилизирует. И в Англии начнётся новый этап, который запустит, в общем, эта трагическая история, она запустит ряд серьёзных изменений и пересмотра, может быть, политики Англии и так далее. То есть вот что ждёт Англия в следующем году. Важный такой прогноз. Ну, тем более, что в прошлом году только была смерть королевы. Да. Благодарю. Дальше в списке Соединённых Штатов Америки. Соединённые Штаты Америки в следующем году там же должны быть выборы. Да. Так вот, Соединённые Штаты Америки теряют власть. В следующем году смена власти. И как вы знаете, сейчас два кандидата борются за власть в будущем. Кто станет президентом? Опять-таки, Байден существующий сейчас президент или же Дональд Трамп? Так вот, что показывает расклад Арабла Штаты Америки, что пройдёт момент, выборы будут очень скандальны. В итоге на какое-то время Америка вообще останется без власти. Не выберут никого. И на сцену выйдет третья персона. Итог такой, что президентом не будет ни тот, ни тот, а будет третья персона. Это будет человек новый. И этот человек может быть, он будет не белым по коже, потому что тут идут другие культуры, другие страны. То есть это может быть как и африканец, как и индус, или может быть даже китаец. Я не знаю, кто там есть в правительстве. Америка это многонациональная страна. И вот тут президентом следующим станет человек другой, грубо говоря, национальности, не белый. и это будет новая персона. Но вся история перед тем, как это все будет совершаться, тоже в какой-то момент на время погрузит Америку хаос, потому что будет момент, когда у власти не будет никого. Давайте посмотрим, что дальше уходит на Америку. все договора, то есть, знаете, перед выборами люди заключают все-таки какие-то договора, что мы договоримся так, или вот так, или вот так, все будет нарушено, все будет вообще с ног на голову перевернуто, никто ничего не исполнит, никаких договоров. Вы знаете, очень вероятно, что может следующим президентом быть женщина в Америке. Держит бы не Трамп. Женщина, не белая женщина может быть следующим президентом в Америке. Интересно, не сильно глубоко знаком с кандидатами на такой пост в следующем году, но знаю, ну, я так отшутился, но на самом деле в этом есть такая небольшая надежда, что лишь бы не Трамп, потому что Трамп, Трамп не очень. Неоднократно уже карты показывали, что не будет Трамп и по сути и Байтон не будет тоже. То есть уже расклад мне показал, что будет третье лицо. Более кто-то другое. Благодарю, благодарю. Дальше у нас в списке и согласно вашему раскладу Финляндия. Финляндия, ой-ой-ой, Финляндия требует защиты. Финляндия будет требовать ПВО, Финляндия будет требовать укрепления границ, поскольку она будет ощущать агрессивное воздействие извне, желание пробить ее оборону. Давайте посмотрим, что дальше может быть Финляндии. У Финляндии помогут, у Финляндии будет хороший потенциал. Очень много на территории Финляндии агентов российских. Очень много. То есть там работают прямо активно. Но Финляндия справится. Финляндия столкнется в следующем году с тем, что ей придется очень серьезно укреплять свои границы, ставить ПВО, и ей потребуется помощь в этой защите. Ей эту помощь окажут, она накопит необходимый потенциал. Тем не менее она будет активно устранять агентов, которые находятся на территории страны. То есть тут будет серьезная борьба с агентурой российской. И показано, что Финляндия в этом преуспеет. карта Махеши. Махеши это могущий, это тот, кто может самый могущественный. То есть Финляндия справится с этим. Благодарю. Так, дальше у нас Турция. Турция. Ну смотрите, у Турции идет смена руководства. Смена, я бы даже сказала, политики, направления действия. И как будто бы кто-то берет что-то активно в свои руки. Может ли в следующем году Эрдоган покинуть свой пост? даже если он пост не покинет, будет изменение его политического направления действия. То есть он чем-то изменит свою политику. Это изменение политики Турции произойдет. В целом для страны год очень успешный. Нам обязательно нужно в один из следующих разов посмотреть, как Турция в будущем может повлиять на Крым. есть предположение, что Турция может стать третьей стороной в решении войны между Россией и Украиной, что Турция займет Крым и будет там гарантировать безопасность. Пока что это невозможно. Пока что нет. Давайте посмотрим следующую страну. Китай. Итак, Китай. Китай накапливает оружие. Китай строчит оружие с невероятной скоростью. Китай вооружается. Китай копит деньги, копит вооружение. Для чего он это делает? Уже заявил лидер КНДР, что он готов вступить в США в войну. Неужели такое реально? Для кого он это все копит? Да, и, кстати, он копит то, что ему дает Россия, то, что он по дешевке скупает у России, там, не знаю, ресурсы какие-то, все, что он у России может сейчас взять, очень выгодно. То есть у Китая сейчас идет накопление энергии. Но энергии неблагоприятные такой. Ну, для Китая благоприятные. Все пророчат, что Китай там просел, что в Китае все будет плохо. Я слышу, там, какие-то политологи говорят, что все, там, Китайская империя рухнула, но пока что расклад показывает, что вообще и близко ничего не рухнуло, и все у них даже очень плотно, и все очень хорошо. У Китая все будет, как у страны, все замечательно. Нет, нет, Китай будет приобретать, ну давайте, сможет ли Китай забрать обратно Тайвань? Да, очень большая вероятность, что Америке придется отдавать Тайвань. А это может повлечь за собой прямое столкновение? Я не думаю, что не допустит прямого столкновения, но у Китая очень мощные карты, очень мощная сила, он может отобрать Тайвань, и он будет это делать. То есть воля Китая направлена на то, чтобы расширить свои владения, и он намерен захватить Тайвань. Так, будет ли у Китая война в США? Ой, вы знаете, да, будет в следующем году полный разрыв отношений дипломатических между Китаем и США, и вероятнее всего, что это приведет к тому, что все-таки Тайвань не захватит. Благодарю, спасибо. Последнее в списке Индия. Карта, которая выпадает на Индию, говорит только об одном, что Индии необходимо подумать о своей экологии. Прямо карта говорит о том, что в Индии отравлено очень много всего, то есть тут в стране необходимо думать об экологии, о своих природных ресурсах и пока что на Индию политику что выходит. 24-й год для Индии будет неспокойной, штаты будут терзать какие-то конфликты между штатами или между религией, кто-то захочет отделиться, то есть в 24-м году в Индии будут вспыхивать то там, то здесь какие-то вооруженные или восстания или конфликты, и скорее всего что конфликты на границе. Опять актуализируются конфликты на границе. Так, это граница с Пакистаном. Да, на границе с Пакистаном опять может начаться война. К большому сожалению. И будет в Индии в следующем году тоже смена руководства. Или кто-то добавится в руководство или кого-то поменяют, то есть у них во власти тоже будет смена руководства. Вот такой расклад на страны на 24-й год. Да, это самые большие мировые игроки. Еще не смотрели Канаду, Аргентину, но просто мне кажется, что эта часть мира живет совершенно своей жизнью, при том, что там тоже есть, вот даже Зеленский ездил к новому президенту Аргентины, который по последним новостям, как только пришел на пост, сразу же уволил 7 тысяч коррумпированных чиновников. Просто уволил 7 тысяч коррумпированных чиновников. И это такой классный жест. Зеленский поехал к правильному президенту на инаугурацию. Хочется, чтобы каждое событие в каждой из этих стран благоприятно сказывалось на других. В первую очередь, чтобы благоприятно сказывалось на Украине, потому что все, что происходит в Украине, многие связывают с тем, что происходит в мире. Мы еще не смотрели Израиль, который тоже наверняка влияет на помощь Украине, но искренне надеюсь, что помощь Штатов и других мировых лидеров будет непоколебивой. Давайте посмотрим Израиль и Канаду, потому что люди сейчас начнут обижаться, что как же так мы Израиль пропустили. Хотя, дорогие мои, на канале People Live большой очень выпуск, посвященный Израилю, развитию Израиля, событий в нем не только на 2024 год и на ближайшие 20 лет. Поэтому про Израиль мы уже очень подробно говорили, но давайте посмотрим, какая карта будет характеризовать следующий год в Израиле. И посмотрим Канаду. Итак, Израиль. Очень события похожие, которые будут происходить в Турции. Смена политики, смена приоритетов, смена направления и опять-таки смена руководства страны, приход новых лидеров. Война в Израиле будет продолжаться. Обстрелы Израиля будут продолжаться. Люди будут из Израиля выезжать. Израиль будет просить Америку покровительства. И я хочу сказать, что Америка между Тайванем и Израилем выберет Израиль. Поэтому старее всего, что если одновременно с усилением войны в Израиле возникнет Китай с военной агрессией на Тайвань, Америке придется Тайвань уступить. Что касается Канады. В Канаде произойдет какой-то теракт. Будет подрыв здания и может быть это будет метро или это будет здание какое-то и после этого на этом месте начнут что-то строить новое. Вот из тех событий важных, которые могут произойти в Канаде. Пока что то, что показывает расклад. Благодарю. Благодарю такой финал. В Канаде очень много украинцев, Канада очень поддерживает Украину. искренне надеюсь, что все проиграется лучшее сценарие. Мария, спасибо большое. Такой важный расклад, такое большое количество стран нас смотрят. Я хочу надеяться, что в каждой из них есть зрители из тех стран, которые мы обсудили. Если да, напишите, дорогие зрители, напишите в комментариях. Если вы из Индии, если вы находитесь в Италии, Испании, в общем, все страны, которые мы прошли, обязательно напишите. Хочется видеть географию наших соотечественников в мире. Надеемся на лучшее, и год 24-й пусть он будет. Пусть он будет. Пусть он будет наполнен тем, чем уже запланировано, что он будет наполнен. Пусть каждый в этом году найдет что-то свое хорошее. Мария, спасибо большое. Спасибо всем вам. И хочу пожелать каждой стране, каждому жителю в разных уголках нашей страны, и украинцам, и людям других национальностей, процветания, счастья, мира, любви. Мир нас очень сильно объединяет сейчас. У нас объединяет через соцсети, у нас объединяет через интернет пространство. И виртуальная реальность, она становится уже совсем не виртуальная, то есть люди больше общаются, видят друг друга через экран монитора или телефона. Поэтому у нас начинается новая эра развития нашего человечества, новая эра в коммуникации. И с одной стороны, многие люди это воспринимают как что-то негативное, но с другой стороны, если бы этого не было, мы не могли бы из разных городов, из разных стран мира сейчас видеть друг друга и так тесно, и тепло общаться. Поэтому я вам хочу сказать, не бойтесь окружающего мира. Всё, что вас окружает, оно может быть как агрессивно к вам, так же и нести вам пользу. Всё зависит от того, какой выбор вы делаете, как вы это воспринимаете. И поэтому меняйте своё отношение, меняйте своё сознание, будьте открытыми этому миру, помогайте друг другу, любите друг друга. Помните, что мы живём в одном энергетическом поле, мы все неразделённые, мы все очень сильно связаны. И счастье или несчастье одного человека может очень сильно отразиться и на нас. Поэтому будьте носителями счастья и любви. желаю вам всего прекрасного в Новом году. А тот, кто хочет зарядиться положительной энергией, кто хочет взять для себя такого хорошего индийского солнца, духовности, посещения святых мест силы, я приглашаю людей на свой ретрит на юге Индии, который состоится с 23 февраля по 9 марта. Это будет уникальный ретрит, потому что мы будем праздновать очень мощные духовные праздники, день Маха-Шива-Ратри, Великая Ночь Шивы, Японгал, женский праздник, когда мы будем варить кашу для богини в горшке, на костре каждая женщина. Также у нас будет много замечательных путешествий, исцеления аюрведы, посещения массажей. Я приглашаю всех, кто хочет зарядиться положительной энергией, кто хочет изменить свою жизнь, научиться медитации. И действительно это хорошее начало для Нового года. Друзья, мы оставим ссылку под этим видео на сайт Марии, вы сможете найти подробности. Это чудесная возможность увидеть даже себя с новой стороны, особенно под теплым индийским солнцем. Мария, благодарю, благодарю за расклад, спасибо, что вы с нами, спасибо за энергию и важную информацию. Друзья, с нами на связи была практика Ракула Шриматрика, Мария Ланг, подписывайтесь на все ее соцсети, оставим ссылки под видео, и по моей просьбе, если вы слушаетесь, буду благодарен, напишите, откуда вы смотрите, из какой страны смотрите наш этот прогноз, и действительно ли есть предпосылки к тому, что мы сегодня обсудили на 24-й год в каждой из этих 16 стран. Пока что все, вы смотрите канал People Life, берегите себя, все обязательно будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok